Приветствую, вы на канале Медвежий Барабан. В данном видео мы с вами выясним, какое оружие для самообороны дома можно абсолютно легально купить в нашей стране, при этом не оформляя каких-либо лицензий. Как выясняется, многие рассматривают арбалет как оружие для самообороны и выживания в случае наступления апокалипсиса и так далее. А почему нет, всякое может быть. Поэтому под рукой не помешает что-то иметь, да еще и бесшумное. Но да ладно, шутки и фантазии в сторону. Арбалет является хоть и нестандартным, но весьма эффективным средством самообороны дома. Можно было бы рассмотреть еще и луки, но я думаю, что никто спорить не станет, что арбалет намного лучше лука, так как лук все-таки требует определенного навыка обращения. С арбалетом же все куда более проще. Лично сам уже давно задумывался о приобретении чего-нибудь в таком духе. Останавливает только одно, это неопределенность, для чего он мне. Для охоты и развлечений. И не отправится ли он через неделю-другую по стрелушек в долгий-долгий ящик. Поэтому, если меня смотрят владельцы арбалетов, то напишите комментарии, что бы вы могли мне посоветовать. Особенно для начального уровня. Итак, арбалет представляет собой оружие, которое не требует лицензии. Если оно, конечно, не выходит за рамки параметров, регламентированных законом. У арбалета это усилие плеч, которое не должно превышать 43 килограмма силы. Да, более сильные плечи потом можно докупить отдельно. Но знаете, что устанавливать их на арбалет без оформления лицензии незаконно. В качестве оружия для защиты дома его вполне можно использовать. И тут речь идет даже не об эффективности оружия, а скорее о психологическом факторе. Им можно вполне себе напугать. Напомню, что арбалеты также имеют кучу обвесов. Оптика, ЛСУ, фонарики, планки Пикатинни и так далее. Двигаемся дальше. Рассмотрим очень нестандартный вид оружия, но уже неоднократно обсуждаемый в моих роликах. А именно это рогатка. Неоднозначное оружие, но если его используют даже в военных действиях, то почему нельзя использовать для защиты дома? Само собой, речь идет не о детской рогатке из березки и резинке, которые были, наверное, у каждого в детстве. Речь о брендовых и хорошо зарекомендовавших себя рогатках. Ссылочки на некоторые рогатки я оставлю под этим видео в описании. Возвращаясь к теме самозащиты, действительно не стоит сбрасывать такой вид оружия со щитов. В продаже можно найти стальные шарики диаметром 8,14 мм. Не думаю, что преступник будет испытывать приятные ощущения от применения такого оружия. В законе не очень четко регламентируется вопрос именно о рогатках. Хотя по определению они и попадают под понятие метательного оружия. Но в любом случае, не написано в законе, не значит, что можно. Поэтому, в первую очередь, ответственность ложится на вас. Я лишь предоставляю информацию для ознакомления и размышления. Пневматику даже рассматривать не буду. Есть интересные образцы от Умарекс, но их у нас не купить, к большому сожалению. Кто не в курсе, о чем я говорю, ссылочки на видео я оставлю в описании к этому видео. Переходите, ознакомливайтесь. Рад буду также услышать ваше мнение в плане обороны дома, чтобы вы могли посоветовать, но обязательно не требующая лицензия. Всем привет, друзья. Сегодня у меня несказанно радостное событие. Мой канал преодолел отметку в 5000 подписчиков. В первую очередь, хотел бы поблагодарить всех, без исключения участников канала, за то, что всегда были со мной, за то, что вы не забросили канал даже в трудный период для меня. Даже если вы не подписаны на канал, а просто следите за каналом, или являетесь хейтером, все равно вам большое-большое спасибо. Так уж совпало, что вместе с тем, что у меня на канале 5000 подписчиков, да и еще и каналу исполняется 2 года. Отдельная благодарность верным и постоянным подписчикам, тем, кто со мной с самого начала. Благодаря вам сегодня существует этот канал. В свою очередь, буду продолжать работать над улучшением контента, качеством контента, чтобы радовать вас новыми, позитивными и бодрыми видео. И такими же ударными темпами мы вместе с вами добьемся до 10 тысяч подписчиков. В честь данного радостного события я подготовил конкурс с достаточно ценными призами. Условия просты. Что нужно сделать? Первое. Подписаться на мой канал, кто еще не подписан, и обязательно нажать колокольчик. Второе. Поставить лайк под это видео. Третье. Написать абсолютно любой адекватный комментарий под этим видео, и в нем же указать способ связи с вами. То есть ВКонтакте, на страницу, имейл какой-либо, одноклассники. Ну, в общем, как вам удобно. Блин, сегодня комары прям зажрали. Вот. Напомню, все будет проверяться и схитрить не получится. Презенты, к сожалению, я с собой на природу не взял. Но специально для вас прикреплю фотографии то, что я буду разыгрывать. А конкретно третье место. Сумка для переноски аэрозольных устройств или баллончиков. И бамов к ним. Второе место. Это будет поясная кобура для аэрозольного пистолета Добрыня из АБС-пластика. И первое место. Это будет поясная кобура из АБС-пластика для аэрозольного пистолета Пионер. Данные кобуры, я думаю, всем уже знакомы. В хорошем смысле этого слова. Отправка же по России будет за мой счет. А розыгрыш я проведу через один месяц с момента выхода этого видео в онлайн. То есть на стриме по привычке. То есть будем выбирать через программу победителя. Чтобы не было эксцессов, как в прошлый раз. То есть я человеку написал, а он там больше недели ни слухом, ни духом, как говорится. Если человеку я написал, и он не выходит на связь. Или вы сами не вышли после розыгрыша со мной на связь. То я запускаю стрим по новой. И мы выбираем другого победителя. То есть вот сделаем так. В остальном, друзья, следите за новостями в моих сообществах. И, соответственно, в моих роликах. Так что дерзаем, господа. Еще раз большое спасибо всем за помощь и поддержку канала. Уверен, что такими темпами 10 тысяч не загорали. Если понравилось видео, тогда ставь лайк и подписывайся на канал. Но не забывай нажимать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами был Медвежий Барабан. Берегите себя и своих близких. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч.